Жених и невеста от подозрения не попали, после ухода полицейских торжество продолжили. Шофер микроавтобуса, который летом этого года спровоцировал аварию, перед началом процесса признал вину и получил не самое строгое наказание. Уголовное дело Алексея Марченко рассматривали в особом порядке, хотя ближайшие два с половиной года он проведет в колонии, дочь погибшей в ДТП пенсионерке приговором осталась недовольной. Зало суда. Михаил Федот. Запись регистратора, которая зафиксировала аварию с летальным исходом, стала главным доказательством вины водителя маршрутки на судебном процессе. Вот на видео желтый «Газель» отъезжает от остановки. На некоторое время пропадает из вида в плотном потоке автомобилей, через несколько секунд вновь появляется в кадре. Протаранив трамвай, маршрутка перевернулась и зацепила соседнюю легковушку. В результате аварии пожилая пассажирка «Газели» скончалась на месте, еще троих человек с многочисленными ушибами госпитализировали. По словам водителя микроавтобуса, он совершил опасный маневр, чтобы уйти от столкновения с другой машиной. Ехали по среднему ряду, там всегда стрелка зеленая горит. Я сзади ехал, он резко затормолил, остановился. Вправо где фуры шли, я влево свободный ряд, над ней уйдешь, чтобы не бить и мертвый. А здесь вот трамвай шел, зацепил на правую сторону. На месте ДТП Марченко подробно рассказывал об обстоятельствах аварии, а вот в зале суда обронил лишь несколько фраз. Сказал, что сожалеет, готов понести наказание и признался, столкновения можно было избежать, если бы он не превысил допустимую скорость.